Доброе утро Даша не берет со мной Порядно, как чувствуете себя? Я нормально В порядке И что, Мира, не явитесь? Сейчас, я тут проводами пытаюсь разобраться У нас все перекручено Подождем, пока Даша немножко прозродится с интернетом Или же начнем проверять Сергей, значит, у нас какое занятие? Урок шестой Шестой Нет, я имею в виду урок Урок шестой Значит, мы проверяем Задание Какое мы задание проверяем? У нас был шестой урок У нас был Контекст И перевод слов Это который Эва Масту Ити? Нет, ну Слушай, там Макшика Уражнение к шестому Макшика, да Макшика Спросили Как получилось? А вы выложили аудио, и поэтому легко Хорошо Ну что ж, я готов послушать Сергея У меня вопрос по переводу слова Врана Так, какой вопрос? Я не нашел в Катерге Кстати, третье слово я тоже Врана не нашли? Я Я помню, что в Эрбиде Врана Миропа Это Извлечение раны А что здесь Врана тоже рана? Тоже рана? Ну тогда Рана Правильно на теле Рана? Пострелиться на раны На раны Что-то Так получается В принципе, я так и догадался Что, вы правильно догадались? Ну что ж, так Давайте Сергей Озвучьте Макшика Врана Ми Ичанти Тханам Ми Ичанти Партхива Ниччах Калами Акала Хами Ичанти Шантими Ичанти Садхука Садхука Что? А где вы Гляньте Садхувах А, Садхувах Вы говорите Садхувах Садхавах Садхавах Давайте Более музыкально Более Подражая Индийскому образцу Еще раз Более Главно Не останавливайтесь Останавливайтесь Там чуть больше Чем надо А там Где надо Остановиться Вы вообще Не останавливайтесь То есть Мы читаем Слитные слова Раздельно А раздельные слова Не надо ставить Такую прям Большую паузу Чуть меньше Хорошо Что за садхука Хорошо Пархива Калахами Ичханти Так, а Нича Куда уделась? А, ну я это проглотил Не слышал Нича Калахами Ичханти Калахами Ичханти Шантими Ичханти Так, что за садхака Снова Даша Вы тут? Я здесь Да Сергей Еще раз Раз уже запутались Я уже хотел Отпустить вас Но Да Хорошо Сергей Вот вы научились читать этот отрывок А теперь продолжаем эту неделю слушать запись до тех пор, пока у вас появится, как бы, уловите голосом, что уши делает, где она поднимается, где опускается, один раз вам нужно будет выучить шлоку образцового показателя Вряд ли То есть Мы пообещали объяснить механизм Нет, я такого вряд ли могу обещать Пока Задача Механически заучить Задача первая Механически заучить Итак На сегодня Принимается Хорошо Но этого недостаточно Потому что я знаю Что вы можете Сделать это Более Ближе к образцу Ближе к образцу Ближе к образцу Угу Угу Смотри Да А вы У вас записи нет? Записи есть? Записи нет? Или в Другой Ну это я в группе нашел В чем сложность? Вот В общей Мне вам кинуть Кинуть запись сейчас? Я не знаю какой из двух Давайте я сейчас кину запись Ариана Я готов вас Вам внять Да Конечно Тоже что читать? Да Врам Врамичанти сразу Врамичанти Врамичанти Брест Ха Не послышалось Врамичанти Что вы сказали? Вран Давайте пожалуйста тогда Четче Нет Я даже так Хорошо Нет Я снова слышу Врамичанти Максика Враничанти Вран Это вы все превращаете в однослоговую мантру. Да, я еще. Ханам. Да, извиняюсь. Еще раз. Вранам ничанти, тханам ничанти, пардхива, нича калахамичанти, шантимичанти. Вот садхава у вас общательничная. Итак, давайте еще раз. Максика вранамичанти, тханамичанти, пардхива, нича калахамичанти, шантимичанти, садхава. Я кину, значит, сейчас ссылку на запись. Ежели я не сделал это раньше, и вы запись не нашли, я вам дам запись. И к следующему разу, когда бы он ни был, у меня просьба. Эту шлоку. Значит, во-первых, наизусть Сергея учили или просто по листочку долга? Нет, уж перевод, знаете, две строчки, вы так говорите, потому что я уже схвачусь за голову. Произношение санскритское наизусть. Учили? Хорошо. Ну, это длинный разговор, мы сейчас будем начинать, пока не подражайте, могу лишь одно сказать. Для начала нужно будет все же продолжать слушать до тех пор, пока не возникнет нечто подобное. Арианна, значит, наизусть, этот кусочек надо учить наизусть, значит, и, 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 согласно образцу, одну минуточку. Даша, как у вас состоит с чтением? Читайте? Нет, а вы не пробуйте его читать. Если наизусть не выучили, то читайте. Ну, я могу попробовать почитать. Я читала один? Только не Ищанти, а Ищанти. Что там нету? Ищанти. Ага. Ищанти. дханами иччанти патхива нича калахами иччанти садхива иччанти садхава макшика бранами иччанти дханами это одно слово а иччанти другое слово когда читаете не говорите дханами ичанти ну то есть понимаете да их надо разъять когда читаем разделяем и чтобы не получилось что конец одного слова оказывает сначала другого слова понимаете чему я говорю да пауза должна быть данным в правильном месте потому что когда считали вы сказали дханами нет такого слова дханами и слово дханам да давайте еще раз сначала дханам макшика врана вранам иччанти дханам иччанти патхива нича калахами иччанти калахам иччанти чанти на какую букву заканчивается чанти иччанти иччанти чант вы уверены на и а тогда м она куда уходит она чанти нет чанти нет чанти на и чанти да здесь же параллелизм то есть как в первой строчке так и во второй все одно и то же чантим итак значит даш к вам относится то же самое вот я кинул ссылку на запись слушаем запись энное количество раз учим наизусть сейчас уже вы по слогам прочитали уже какие здесь слова должны были понятны дашь у вас перевод получился это 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 из шлоки это из субхашиты болели да нет я честно говорю я не делаю я не смогла просто я сначала болела потом я унесу так так ну тогда в том смысле что у меня было очень много всего я просто не знаю что будем делать вроде времени было достаточно много болезнь это единственная уважительная причина которая конечно но все же была у нас получается 10 дней за 10 дней 2 струбочки понятно ну тогда переводится рядом у нас там какая буква была изначально у нас мы уже познакомили что бывают такие сандхи сандхи эс вот вы дома уже почитали я надеюсь вот и у нас здесь первая буква в в следующем условии у нас какие бывают изменения да бывают какие-нибудь изменения или не бывают вот посмотрите страничку учебника предыдущие и посмотрите есть что нибудь там нет что нибудь может и нет ничего нибудь это слава богу у нас да мух и и и мух отрывку. Расчлените текст на слова. Читали? Азушьте, пожалуйста, мне вслух вот этот комментарий сейчас. Ну да. Расчлените текст на слова, учитывая, что существительные на М потреблены в винительном падеже. В именительном падеже Пл? Или у вас не написано? В именительном падеже. Что такое Пл? Вы предполагаете или не знаете? Что? А, ну да, Пл. А, Сергей? Пл это от плюральис множественное число. Если вы видите какой-нибудь латинские буковки, точки, открываем список сокращений. Список сокращений что гласит? Пл это что у нас? Да, да, да. А с г, например, что означало? Да, с г, 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 г. То есть если вы видите Пл, это должно вас настораживать. Это не опечатка. Итак, что означает остальные существительные в именительном падеже? Пл, что это должно означать для вас? Кто они? Какие тогда, хорошо, давайте, какие существительные здесь в множественном числе? Выберите мне их из двух... Здесь две строчки. Ну, они в множественном. Какие из них множественные? Ну, существительные. Так, Макшика. Дальше. Во множественном Макшика получается. А кто тут начинается на М? На М? А, хорошо. Макшика, ну, в данном случае это не имеет значения, это слово муха начинается на слову М. М? Макс. На М Макшика начинается. А остальное это что такое? Хорошо, перечислите те, которые на М заканчиваются. На М, М, М. Остальное на М. Давайте, хорошо, вы не знаете. Теперь найдем. Здесь две строчки, не так много слов. На М заканчивается? На М нет ни одного, реально. Тут есть на М. Вра... Снова вы читаете один слог. Врам, врам. Вра-на. Не, ну, она заканчивается на... Вра-на. Первое. Существительное на М. Существительное на М. Третье. Калахам. Ранам. Такие. Чантим. Угу. Итак, вы теперь поняли, что тут существительные на М. Употреблены в винительном падеже. Транаам. Что такое винительный падеж? Чантим. Это нечто, о чём можно подумать. Хорошо. Остальные существительные в именительном падеже. Кто такой тогда остальные? Это какие? Шантим, он же на М оканчивается. Мы уже решили. Вы только что сами назвали его в списке на М. Который на М не заканчивается. Начинаем сначала. Кто из существительных не оканчивается на М? Сначала. В первой строчке первое слово. Какое не оканчивается на М? Какое существительное не оканчивается на М? Это первое слово, которое не оканчивается на М? Как первое, получается? Реально. Первое слово, Макшика, оно разве не существительное? Артхива. Чанти. Реально. Следуйте указанию, которое дано в Кочегиной. Расчленить текст на слова, учитывая, что существительные на М употреблены в винительном падеже. Исключили их. Поехали дальше. Остальные существительные в именительном падеже. Кто у нас в именительном падеже? Ну да, да, да. Макшика дальше. Пардхива дальше. Нича. Макшика. Отлично. У нас четыре в винительном падеже, четыре в именительном. Отлично. В именительном падеже Пл. Итак, перевод этих четырех названных вам каков? Исадхава. Мухи. Что означает? Мухи тогда получается? Цари. Так, щас. Даша, я надеюсь, что мы вместе рожаем сейчас? Тоже трудитесь? Ну, второй падхива этот царь, это будем властелить землину. Хорошо. То есть я чувствую интенсивный мыслительный процесс. Ну тогда цари или... Цари, да. Так. Возьмите любой. Не... То есть... Да. Глубокий человек. То есть вы чувствуете, что... Так, а реально чувствуете ли вы в данной... Ээээ... Переводов было. ...пословицы... Ээээ... Антитезу. То есть противопоставление. Человек. Между первой частью и второй частью. Ну, нет. Я не знал ничего отсюда. Чувствуете? Мухи и цари, это из одного разряда? Не из одного разряда. Могу вам подсказать, во второй строчке та же история. Поэтому, когда вы сопоставляете глубоких тем, кто благородный, получается из одного разряда. А нам нужно противопоставление. Низкие. Да. Низкие. Мы противопоставляем низких благородных. Тем не менее. Низкие. А реально, теперь понятно о чем говорит комментарий Низкие там и Чергиной. Низкие. Низкие. Ну, я уже понял, что вы не поняли, но я надеюсь, что сейчас вы... Низкие. А что такое, видите, написано форма и чанти, третье лицо, plural, и презенс от глагола иш. Вот что здесь сказано? Да, я на самом деле этот комментарий не очень поняла. Что такое третье лицо, то на данном случае? Как это переводится? Да, теперь я так понимаю. Ну вот, форма и чанти. Третье лицо pluralis, presence от глагола ish. Вот как вы воспользовались данным указанием? Глагол ish, что означает? Ой, божественно. Стремиться. Стремиться. А третье лицо pluralis, presence, это что означает? Они, да, они что делают сейчас в настоящем времени? Они стремятся. Записываем себе, что вот. Третье лицо pluralis, presence, это означает стремятся. От глагола ish стремиться, да. То есть здесь со всех сторон указание на множественное число. Итак, мы первым делом, переведя текст, ищем глагол. Потому что в глаголе зашито указание. Один, два или три. Если в существительном разобрании иногда сразу не получается, да иногда и непонятно, какое существительное относится к этому глаголу, то уж глагол постарайтесь найти. Бывает? Да, мы начинаем по возможности. Просто о юридических текстах, в частности, не всегда присутствует глагол. Но если глагол есть, то перевод всегда начинаем с конца. Потому что глагол стремится попасть в конец. Так вот, перевод всегда начинаем с глагола получать. Поэтому для начала нужно понять то, что делает. Да, что есть понятно, что мух много, и они что делают? Они стремятся к ранней. Мухи стремятся к ранней. Да. Дальше. Ариадна. Переводим? Вы теперь знаете уже все, что необходимо, чтобы перевести. Еще к рану. Мухи стремятся к ранней. Что дальше? Зарик богатств. Да. Мухи... Давайте дадим Сергею закончить срочную ручку. Сору. А царисты стремятся к богатству. Соры. А царисты стремятся к богатству. Да? Сору. Это субхашито. То есть... Выводят. Точно. Емкое выражение. Высокие... То есть... Здоровые люди стремятся к покою. Что значит что? Что значит что? Это поговорка? Что значит хорошая? Абхаш от слова бхаша? Язык? Язык? Хорошо сказанное. На хорошем языке. В переводе. Су это значит очень или что? Такие субхашито, например, у меня в коллекции есть 108 штук. Пока бы... М? Нету перевисточника. Они собираются от всей литературы. Например, из панча-тантры, то есть из басин. В конце каждой басни дается двух стишей, например. И вот эти двух стишей весьма интересные. И их просто... Есть отдельный сборник этих двух стишей. Но вот пока вы нараспев не выучите это данное двух стишей, мы дальше двух стишей двигаться не будем. Так. Теперь вы должны были понять, как переводится... Даш, вы поняли, как переводятся эти две строчки? Будьте. То есть вы должны понимать каждую буковку. Не сомневаться. М относится к шанте, или М относится к ки-чанте. Рядно, да? Вопросы... Вопросов не осталось, да, я надеюсь? Искренне поднимайте каждую буковку. Спасибо. Понимаете, или осталось все равно еще некоторое ощущение плавания? Да. Нету никакого указания... Нету никакого ми, Сергей, вы читали комментарии? Хорошо, теперь вы будете читать комментарии. Начинайте. Еще можно спросить? В винительном падеже Сега. Это есть указание на то, что это винительный падеж? Нет, нет, все, этого достаточно. Итак, вы мне сказали... Вот вы меня сейчас спросили про ми. Так здесь нет никакого ми. Есть м. Значит, видите, текст на слова, учитывая, что существительные на м употреблены в винительном падеже. А ки-чанте относится уже к следующему слову, Сергей. Оно же к и-чанте относится. Ваш вопрос исходит из чего? Останай существительным в винительном падеже множественного числа. Вы неправильно... Не то, что санхи. Вы неправильно разбили... Ну да, неправильно расклеили слова. Ну а как вы могли неправильно расклеить, если вы знаете, что есть... Если вам подсказано, что есть форма и-чанти, как вы могли это сделать? Расскажите мне, пожалуйста. Как вы умудрились? Ну, значит, неправильно... Я не представляю, как вы это могли сделать. Даже при всем желании. Ведь четыре раза повторяется один и тот же глагол. И когда вы спрашиваете после разбора этого двухстришия, что такое ми и относится ли оно... Не, оно не относится. А письки и коробка. Потому что действительно бывает... Да, поэтому никак. Да. Да. Окончание М это чаще всего, и оно очень популярно, и встречается сплошь и рядом, окончание винительного падежа. Окончание М может иметь слова не всех родов, но это пока нас сейчас не касается. Сергей, не усложняйте задачу. Вам дают ровно столько, сколько надо. Вы каждый раз хотите еще все. А вы даже то, что вам дают, что усваиваете иногда со скрипом. Так вот, вам был дан комментарий, который никто из вас им не воспользовался. Вот что меня печалит. Что такое сгпл, вы проигнорировали. Я, кажется, вам не давал, да, что такое сгпл. Это мэвина. В общем, если видите латинские буковки с точкой, это не случайно. Это надо открывать список сокращений в начале книги. Мухи стремятся к раннице, ли к богатству, низкие заводят ссоры, благородные стремятся к миру. Вот как у меня получилось. Рядно. Вам получалось все слова писали, не писали? Хорошо. Тогда прошу вас третье задание привести мне синонимы. Нет, давайте так, мучим Сергея. Сейчас хорошо. Вас уже помучили. Упражнение на повторение графики и слов. Как? Не записал. А, ну и хорошо. Если не сдавал, значит, тогда в следующий раз сделайте. Вроде до конца, говорил, уже не знаю, кто что понял. Какое задание? Подожди, а мы это не делали? Только мы нам этого не задавали. Ну, просто вы хотите сказать, что вы написали один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так вы мне помните, когда мы со вами сказали сделать управление. Вы написали девять слов в Деванагре, это собственно было все, что вы сделали за десять дней. Это хотите сказать? И все. И опять что-то не поняла, что ли? Ну, эти упражнения на повторение графики, это как бы часть, ну, как бы, их как бы отдельно... Так вы же сказали, вы сказали тогда повторять, делать эти элигатуры писательные, вот это сделать. Я реально, вы сделайте, пожалуйста, к следующему разу упражнения на повторение графики. Не знаю, я, наверное, опять что-то не поняла. Пока вы их не сделаете, мы созваниваться не будем. Сколько бы месяцев это не заняло. Потому что Сергей ведь это сделал уже. Тогда сейчас озвучивать не будем, потому что иначе задача будет испорчена. Итак. Хорошо. Хорошо. Про систему письма Деванагры значит мы еще не говорили, так? Не говорили. Да? Я хочу поделиться с вами некоторой небольшой нарядкой. Вечером наконец-то увидел, до меня дошла книжка, нет. Да, видел, спасибо. Вот. И здесь содержится список лигатур, конспект залезняка, а там есть список глаголов, а глаголы для вас это очень даже важно. Поэтому получилось достаточно хорошо напечатано. Кегель крупный. Вы к нему не относитесь, но вы к тому, что вот получилось хорошо. Получилось действительно хорошо. И что самое главное с картинками. Последние, последние две недели я занимался тем, что я вставлял здесь картинки. остальные книги. Хороший вопрос. Некоторые вопросы у меня нету хорошего ответа, но я надеюсь, что Бюлера я издам в феврале. Следовательно, слова явно не феврале. Итак, система... Вы уже пытались находить какие-нибудь слова в словарике в конце книги? Даша? Ух ты! Сергей? Хорошо. Получается? Быстро получается? Или как? ищите по латинской как бы по латинскому алфавиту? Ну, это есть вообще все. Или последовательность букв помните по квадрату по Деванагарской матрице? Ну, ориентируешься, конечно, по латинским буквам. То есть по английской последовательности, да, КБ? Да. Ариятно? А у вас как? Нет, там на квадрат смотришь, примерно уже понимаешь, ну, в смысле, на последовательность в квадрате. Долго ищите? Или просто глазами перечитывайте все слова на данную букву, пока не на тюте нужны? Ну, и так, я нахожу нужный слог, а потом уже один слог в два Нагаря, потом уже по нему смотрю дальше. Ну, достаточно так просто. Нет, можно и то, и другое. Вопрос в том, ищите ли вы как согласно последовательности букв английского алфавита или все-таки пользуетесь вашими знаниями того, какая буква идет после какой санскридском алфавите? у меня, у меня, конечно, есть желание полотенецы искать, но я понимаю, что это неправильно. Начинаю вспоминать Дова Нагаря. слова находите, хотя вы, наверное, я особо не искали пока Дашу еще, но хорошо. Я стараюсь, конечно, я стараюсь использовать его Нагаря, но привычка-то старая обезьяна, думаю, как научена. Привычка, естественно, к латинице больше. Да, согласна, думаю. Хорошо, значит, с этого раза мы будем начинать занятия и заканчивать, если я не буду забывать, с алфавита, с повторения алфавита. Итак, сейчас мы сделаем начало занятия. не нормально. Сделаем начало занятия. Достаточно быстро. Начало шестого занятия. Итак, я буду я буду читать, а вы будете с определенным интервалом втроем повторять. Итак, я сначала прочитаю один раз, а вы потом потом вместе. Итак, а-а-и-и-у-у а-р-ри Ри, лари, э, ай, у, ау, ам, ах, анусвару и висаргу мы ставим после гласных и переписок гласных. Да? Итак, читаю я, а вы с небольшим интервалом пробуйте повторять. Итак, начинаем. Интервал, с учетом того, что звук по скайпу доходит с разной скоростью, ну вот выберите какую-нибудь, там, не знаю, секунду, секунду, например, и чтобы, независимо от того, что кажется вам, что другие будут опаздывать, не сбивайтесь. Итак, а, а, да, Сергей, но только одновременно. Итак, а, а, и, и, у, у, р, ри, ри. А, 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 а. Та тха дха на тга Та тха да тха на тга бха-дха-на Та-дха-да-дха- Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-н-а Па-дха-па-бха- Та-да-дха-на-та Сам алфавит является мантрой. Повторение удовлетворяет, у меня в голове сваривается, варится каша, получается что-то уже пони оформленное. Итак, как я уже говорил, алфавит Деванагари, он уникален. Ничего подобного, ни одна письменность в мире, ни один язык ничего подобного не создал. То есть алфавит, последовательность букв, его можно сортировать по двум параметрам. По тому, каким местом произносится звук, то есть по его артикуляционным признакам и по акустическим признакам. То есть по глухости, глухость, носовые у нас, носовость. То есть по двум параметрам. Можно читать слева направо, можно читать сверху вниз по столбикам. То есть это уникально. Сергей, у нас есть два параметра. Акустические параметры и акустические у нас какие бывают? Я спрашиваю, сверху вниз, какие у нас бывают, какие столбики? Чем отличаются? С придыханием, без придыхания, да? Еще раз, по месту произношения и второй, по глухости, зломкости. Да, и носовые. Это акустические параметры. Так? Пометьте себе как-нибудь, нарисуйте. Это важно. Это базис, но он не очевиден. Итак, когда мы читаем сверху вниз, это мы смотрим алфавит. Мы смотрим акустические признаки. А когда мы смотрим слева направо, например, чаварга, ариадна, из чего состоит? Это у нас, этот ариад как называется в нашей терминологии? Не в индийской терминологии, а в нашей терминологии. Как называется? Ча, чха, 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 сня. Рядно теряем вас. Палатальный. Вот палатальность, это признак артикуляционный, то есть особенность произношения, особенность произношения. Даш, а паварга относится... Как мы ее называем? Палатальный. Губная еда, это артикуляционные особенности данного ряда. Сергей, понятно? Губная еда. Губная еда. Губная еда. Дифтонги. Дифтонги. Какие у нас дифтонги, Сергей? Ну, а какие у нас в Санкт-Петербурге дифтонги? Даша, согласна? Ай и ау. Дифтонги — это гласные из двух бога Сергея. Гласные. Две буквы. Два слова когда? Ай и ау. Ну, кха-гха-ча-ха-ча-ха-ча-ха. Ай и ау, и только они. Никогда не согласны. Не, не согласны. А потом идут согласны. Ай и ау. Значит, как я уже сказал, слова с Санусварой, и висоткой, они помещаются между. Между. Почему это для вас важно? А чтобы найти их в словове, требуется попасть. Итак, Даша, зачитайте мне, пожалуйста, формулировки из учебника. Слова с Санусварой, предшествующие смычными. Вот это зачитайте, пожалуйста. Под строением алфавита первое предложение. Итак, все еще достаточно. Итак, предшествующие смычными. Это что означает, ариадна? Слава с Санусварой, предшествующие смычными и носовым, помещаются в своем роде просто носового соответствующего ряда. Ариадна? сам Татат, и сам. Кто у нас смычный? Самого начала, первое занятие, что я говорил вам? В самом начале. первого занятия мы рассматриваем, какую группу согласных? Сергей? Смычный, то есть спарша. Спарша? Спарша, это что у нас? Это у нас какие согласные? 25 на 5, это уже сейчас 20? Смычные? Это не значит, значит, плохо их учили, значит, будем повторять, Сергей, хорошо, хорошо, я понял. Это 25 согласных из квадрата. Словасану с варой, предшествующие смычным, то есть предшествующие квадрату и носовым. И носовым. Он 25. Помещается в словаре после носового соответствующего ряда. То есть у каждого ряда, у каждого из 5 рядов есть соответствующий носовой. Это понятно? Уба. Даш, какой соответствующий носовой? Уба. Ма. А Учха, Сергей, Учха. Да, это соответствующие носовые. Итак, а теперь читаем пример, Сергей. Например. Ма. Нет, еще предшествующий пример, который Даша вообще читала. После? Объясните, почему? После носового соответствующего ряда. Итак, буква Т это какой ряд у нас? Сам, та, та. Санд. Т, церебральный? Так, куда он еще расставится? Ну та, которая дана в примере, которую вы только что зачитали. Там обычная стоит, соответственно, Н какая? Так как? Обычная. Церебральная. То есть, из-за того, что после анусвары идет обычная, она ставится после Н обычной. Обычная. Это понятно? Нет, нет. Н тоже обычная. Никто ни с кем не переставляется. Я не понимаю, о чем сейчас. Сказано ли, что в словаре слова располагаются с анусварой после носового соответствующего ряда? Переставляются, получается, друг с другом местами? Непонятно, да? А реально, вообще непонятно, да? Так. Хорошо, возьмем на доске я вам напишу. На доске я напишу. Вообще ничего. Доска открыта у всех? Ох, уже этот. Сергей, открывайте. Даш, какая ошибка на доске в первом слове? в первом слове? Не знаете? Скиньте свою губу. Нет, слияние, да. А что здесь должно бы быть написано, как вам кажется? господи. Господи. В нижней строчке что написано? Не знаю. Вы не можете прочитать то, что написано? А там нет слияния, что ли? Реально? Давайте. подключайтесь. Даш, вы тоже не сдавайтесь. Сергей, подключайтесь. А, си, а дальше? Не-а. Я пытаюсь. А, си... А, си... А, си... А, си... А, си... А, си... Вот эта буква после... Непонятно, что это. Че... Ча... Или что это? Или что это? Или это аблигатура? Нет, аблигатура. У вас же было в домашнем задании в четвер... Ч... Ч... Эээ... В домашнем задании к четвертому занятию уже. Это слово в таком сочетании. Что же вы, господа? Ну, у меня не Ча. Даже не... Ну, разумеется, религатура там посередине есть. А, че это за буква? Арианда, под D там что стоит? Ну, и заканчивайте, Сергей. Асид... Раджа? Асид Раджа? Асид Раджа? Что означает Асид Раджа? Жил-был царь? Ну, вы меня пугаете, пугаете... А, Рэд? Асс... А сверху? Что написано? Почему человек ошибся? В чем ошибка? Джа? 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 В чем ошибка в верхнем написании? Жил-был царь? Угу. 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 Да мы сами испугались. Ну всё, потерял я вас. Во-первых, неправильно написано «да», то есть без лигаторы. Раз, дальше. Там обычно в конце слова, а если оно в середине, значит, это, скорее всего, ошибка. Хорошо. Какие здесь ещё ошибки? Ну, нету ж такого, чтобы «д» и «джа» — это один слух. Там Вирамаш, она в конце слова. А почему он их написал, как вы думаете? Ну, то есть... Это слуха. Асид Раджа. Д... Асид Раджа. Раджа, дж. Дж, он услышал как дж. Д и дж. Понятно, да? А долгота... Нет, там две ближайшие буквы написаны. Буква «д» там не нужна. А реально, где долгота отчаялся? А, 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 да. Я ему говорю «Асид Раджа», а он записывает краткую гласную. То есть, если бы у него был такой бы идеальный слух, то ладно, он услышал, что «раджа», там, «д», «дж» предположен. Но тогда он должен был также услышать, что «а» долгое. Согласны, да? Вот как бывает, когда они делают домашние задания, Даш. Это вам наглядный пример. Вы поняли номер? Хорошо. Ну, тут сложно сказать кому больше. Тут вроде Сергей только пока... Сергей только не провинился в этом. Так. Вот это я вам показал, как бывает, когда они делают домашние задания. Это страшная картинка. Итак, например, надо вам найти слово «сань» в словаре. Итак, пишем пример себе. Слово «сань». Да ладно, ладно, я сегодня вообще двошница. В медицинской терминологии, Сергей, что означает? Да, сустав. Да. Вот вам надо найти в словаре «сань». У вас какая логика? Рядно. В какой последовательности вы двигаетесь? Сразу прям слог ищите, то есть? Разве вы не начинаете, не открывайте просто слова на букву «с». «С». Первый шаг – это слова на букву «с». Второй шаг. Ищем целый слог. То есть «а». «А» у нас, Даш, в конце или в начале идет? В начале. Отлично. Итак, начало на «с». Дальше, что мы ищем? На «с». Вот из того, о чем мы сейчас говорили последние 30 минут. Значит, какую, что я ищу сейчас? Вот «дх» относится к какому ряду? Начало. «Дх» к третьему? В третьем? Дх. Дх. В четвертом. В четвертом. В четвертом. Даш, носовая четвертого ряда какая? «Н». Значит, следующее что мы ищем? «Н». Мы находим… В четвертом. В третьем. В четвертом. В четвертом. «Н». находится после носового соответствующего ряда. Так? Значит, сначала надо этот носовой найти. Логично? Ну, отлично. Что вы со мной соглашаетесь, хотя я не уверен, но соглашаетесь. Вот. То, что я сверху написал, это разновидность написания анусвары. Можем писать как М с точкой под или над, а можем как Н с точкой над. А реально так видно? Умерли, да? Сергей, чтобы найти суставы в кочергеное, в словаре кочергеное, вы чем пользуетесь? Каким алгоритмом? Ну, так, давайте последовательно. Нашли С дальше. Еще раз логику. Давно. А, еще раз. Нет, в начале и в конце. Нет, после С я понимаю. А, вы гласно учите после согласия? С, потом А, вот с этим назальным звуком. Нашли С. Дальше. А, вы где ищите? В начале и в конце? В конце Са. В начале. Нашли. Дальше. Итак, дальше идет анусвара в слове. А после анусвары что идет? Звук какого ряда? Четвертого. Значит, нам надо найти носовую соответствующего ряда. Это какая такая носовая? В начале получается. Просто Н. Поэтому мы и находим САН с просто Н. Четвертого. И лишь потом мы ищем с анусварой. Потому что находится эта анусвара сразу после этого носового. А, все, я понял. Насовые вообще-то. А, ну тут есть... А, анусвары бывают двух видов. Те, которые исконно такие. Те, которые только прикидываются. Вот здесь... Кочергина, в частности, в своем большом словаре. В большом словаре. Вот в этом. Я вам скан этого словаря давал? Вот сейчас я вам дам его на ваше горе. И более того, попрошу там найти нужное нам слово. А, Даша. Враны там нет, да? Нет. О, видите как? Конечно. Так есть или нет? Да, потому что я сам как-то так и не смогла найти. В этом маленьком. Кого не смогли? Враны. Вот я и решила сам как-то... Нет, страничку нет, не честно. Так вы не говорите страничку. Нет, давайте. Точно нету. Этому коту Базилию. Да вы не могли ее увидеть? Точно нету. Я делала домашку сейчас вместе с вами и нашла врану. Они вот не вдвоем, но... Вы нашли врану. Пока вы читали. Она самая последняя. Страничку скажите. На страничку. Итак, я дал ссылку на словарь. На полный словар Кочергиной. Даша сейчас скачать не сможет, а вот Сергей и Ариады пусть скачаются. Вы не переживайте. Эти поиски анусвара это всегда мучительно, не только для вас. Если мы ищем, видимо, анусвару, мы только потом ищем соответствующую согласную. В смысле, соответствующую носовую. Мы только тогда ищем. Нам каждый раз не надо искать несоответствующую. Так это, на самом деле, не столь важно, потому что... По расположению, по расположению, согласно Сергею, они будут в одном и том же месте. Просто опираясь на этимологию, разные авторы могут написать, оставить или везде М, или кто-то может выделять М, как это делать, в частности, Кочергина. Поэтому для вас, для поисков, это значение не имеет. Вы можете записывать и так, и так. Это не будет являться ошибкой. Это просто разные научные подходы. А значит, с чего надо найти в словарике, да? Скачали, Сергей? Ну, тогда ждем, пока загрузится. Хорошо, ждем, пока Сергей загрузится. Ну, найдите мне тоже санхи здесь, реально. И чего надо найти? И... Это ж нереально. Поработайте мышкой. Да он, что-то грузится долго, видимо, объем. Ну, я загрузилась. А так, вы в маленьком словарике санхи нашли? Ну, найдите здесь что-то. Ага. Ой, санхи... Все, мышка протопает. Слово из примера. Интересно. Есть у нас тут, нет его тут? Вот, я не нашла это слово из примера. Санхи, я не нашла. Так. Санхи, давайте. Да, санхи вам. Сергей, докачалось, нет? Контрол-Ф. Ха-ха-ха-ха. Санхи, да, надо знать? Вот так вот. Я глянул. А, вот, вижу, открылось. 419. И как тут искать контрол-Ф? Не, тут же нет. Я член это, тут ничего нету. Когда я сканировал словар, мне было лень указывать странички. Ползем мышкой. Я имею в виду указывать, где, на какой странице. Я нашла, дошла до СА. Да. Осталось найти. А там странички нету, да, указывать? Сергей, не отвлекай. 665-я. А, вы реально не подсказываете страницу, пусть сам учится. Да, я с вами согласен, что в маленьком словаре Санта-ты... Я найти тоже не смог. Санхи, да, надо найти? А есть ли здесь сам сад? Так. Какая шистота, если всего 400? Хорошо. Сам сад видела. А, надо сад еще раз. Сад химит. Сад химит. Сад. О. Сад. Сад. В этом году этот словар должен быть переиздан. Поэтому, когда он будет переиздан, советую вам его приобрести. В большом словаре. Даш, нашли? Сад. Ну... Ну, тоже неплохо. Да. В принципе-то тот же. А почему он находится там, а не в другом месте поняли? Что искать? Самсад? Я нашла Самсара. Больше ничего. Ну, это единственное слово, которое здесь вот подходит. Ну, да. Ненаглядно. Ну, по этому словарю непонятно, потому что здесь нет вообще на Н ничего. Сан тут нету. Тут идет С, а потом сразу С, ну, С, Лара. Нашли себе самсаду? Ненаглядно. Арианна? Ну, я поняла, как сейчас. Ну, там же не 50 тысяч слов у нас, С. Ничего не получается. Это разделение кочергяное двух видов аннусват. Этимологически... Искользное и приобретенное. Почему я пишу, что точка вверху? Если она в обычном ряду стоит. Здесь не в церебральном. А, там точка внизу. Ну, ребят, одно слово-то надо найти. Ничем не могу помочь. Намек нашли уже? Так, только не говите Сергею страницу. Не, ну вы С уже нашли? О, так. Ну, сейчас. Может быть, даже найду. Вот, Санд нашла. Я ничего еще не нашел. Говорит. Да это нашелось. Вы Сан нашли? Сан. Это на кой странице, Сергей? Ну, вот, пока смотрю шестьсот семьдесят девятую. Уже близко. А потом она ходит уже куда-то. Потерял. Так, Андрей. Ничего. Ничего. Нашли, наверное. Ну, она нашла на слое соответствующие ряды. То есть она нашла сущего. Ну вот санк я нашла. Санк вы имеете? Санк. 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 Сергей, на какой странице санк? Ну, вы уже говорили 689, а почему вы так далеко заболелись? Вы ищите. На одной странице-то не стоит так? Тут 669 тоже самое. Где не могу найти? Ну, ребята, вы меня пугаете. Нет. Выставил. Это вас не касается. Может быть, проще нам электронным словом? Ариятно, хорошо. Ибо если иначе мы остаток этого часа будем искать это слово. На какой странице находится санк? Вы же там выставили вроде. Ну, а санк вообще начинается же на 683. Хорошо. Сергей. Исходная страница 683. Поехали дальше. Алфавит учили, и будем повторять алфавит, чтобы... Санта на 684. Ну, это я уже вам подсказывать не буду, уж сами. Да. Ну. На 683 справа снизу посмотрите. Ну, вот начинается с... Дальше мы что ищем, Сергей? А какую мы букву видим на 684? Во втором столбе, например. Какую? Т. Т перед ДХ или после ДХ? Да. Сергей. Он повторял на 684. Да, на 684 есть буква Д. Сант. Т находится перед Д или после Д? Сергей. На 684 находится... На 684 находится... После чего? Нет, я имею в виду в алфавите. Оно как идет? Сначала Т, потом ДХ, или сначала ДХ, потом Т? Сначала ДХ, потом ДХ. Да, я вам пишу не могу найти САНГ, в алфавите. Сначала Т, да? САНГ. САНГ. Значит ищем дальше? Еще раз вопрос, какой? САНГ. 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 Нашли? Да, САНГ. САНГ. Да, САНГ. Я забыл, чего еще. САНГ. Так, я же написал на доске. Как вам угол суть на доске написано? САНГ. Угу. Хорошо. Вот мы нашли Д уже. Пожди, Сергей. Засекаем 10 минут. Это 684. САНГ. 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 САНГ нашла. САНГ. САНГ. Да, САНГ. САНГ. А у меня что-то все другое слышалось. Глазная И, Сергей. А, а я на доску не смотрю. 687, да. Нашла. Так точно. Не прошло и 20 минут, и вы нашли одно слово. САНГ. САНГ. Нашел вот обещание уже. Сергей, последовательность действий. Понятно? Я нашел целый самый, еще. Знаки резюмируют. 687, вторая сверху. Есть. Цель достигнута. Что такое Инстер? Цэ, Инстер. Назальный. Каждый раз свой. Один из пяти. Давайте резюмируем. Да. В общем, мы ищем в начале С, потом А. Не знаю, что такое. Потом мы ищем. Получается назальный. Что назвать следующей буквой? ДХ? Которое соответствует после этого назального ряда. Что И? Я не понимаю, при чем сейчас И? Ну, дальше. Дальше. Слова в словаре упорядочены в алфавитном порядке. И, конечно, идет после А. Но это отдельно оговаривать надо ли? Вообще-то слова в словарях обычно упорядочены в алфавитном порядке. И это все равно было бы и ожидать. Хорошо. Это был простой, простейший случай поиска анусвары. Есть второй случай. Понятно. Зачитайте, пожалуйста, Даш, что написано дальше про анусвару. Например? Итак, что такое фрикативы? Хорошо, три часа. Они искали анусвару. Ха. Четыре. Ша, ша, са, ха. Четыре. Салавасанусвары предшествующие фрикативным помещаются перед смычными. Это фрикативные. Итак, что здесь сказано? Например, сам сад перед сам ка. Что те, которые за квадратом лезут перед квадратом в словаре. Понятно, нет? Такие. Ага, ха, точно. А вот так. Они наглые. То есть, итак, берем другое слово. Ну, я... Да, это ответ на мой вопрос. Я как раз хотела его задать. У нас квадрат один, Сергей. Потому что слова я не нашла, но вот этот вопрос у меня возник. Еще раз. Не понял я ничего. А они перед вообще всем квадратом или перед рядом? Да. Да. Да, да, да. Понятно. А порядок их идет после, получается, что, классных? Как они лезут перед квадратом? Что это значит? Сейчас я напишу. Да. Оно будет дальше. Итак, слово самсара. Слышали такое? По квадратам, которое с К начинается? Да. То есть, мы вначале ищем на Щ, а К будет вообще дальше по алфавиту. И то, что вы жили до этого, вам покажется сладким. Итак, что ищем? Какая логика у нас? Что ищем? С. Поехали. Живем. Ищем? У нас еще полчаса есть, и мы успеем, как раз, найти второе слово. По поводу. На какую тему? С. Ну, сначала эсс. Ищем? Потом ищем САК. Ааа, ищем. Нет, мы не ищем. Так, потому что... Ищем... САМ будет перед САКом. Это будет вообще... повсегласных, что ли? Я не понимаю. Эти... Ааа. Потом М. Назад. Ищем самсару. В маленьком словарке, Даш, есть самсара? Ну, слава Богу. Перед К. Это будет в начале статьи, в общем, в начале. Ааа, все, я понял чуть-чуть. Так точно, Сергей. Все вообще вверх. Пять не ко мне. Есть. А? Пять чего? А ежели поймё, что самсара нирвана, то всё, как печаль. Пойду. Пойду. Вот только я не помню, что нужно. Ищем нирвана или тире нирвана. Тогда вот очень дорогой самсар. Хотя он сам не может ответить. То есть надо найти САК. Я спрашиваю. Для простоты. САК. САК. Нашли мы в маленьком. САК у нас где начинается, на какой странице? САК. 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 Тина. САК. 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 Понимаете, Сергей, удовольствие нахождения слова после получасовых поисков несравнимо с электронным словрем. Это как, знаете, настоящая женщина и вот женщина резиновая. Но это несопоставимо, понимаете. Уже больше. Уже 14 получается, я дышу рову. Я понял, почему он проходит 10 лет. Я вернусь через 10 минут сейчас. Никуда не расходитесь, находите слово. Я думаю, к тому времени, как раз вы найдете. Хорошо. Так, сам Назарин я нашел. Это 673. Так, 673, вот есть у меня зацепка. Так, самолевę. Это правда, и так вот? Добавляем. Ты чё, нашёл кто-нибудь? И куда она убежала? Нашли? Вы не нашли Самсару? Самсара ищет вас. Вообще... Что-то она у меня делась куда-то вообще. Да у меня тоже. Что-то моё там мало и что-то я не вижу там... Потом дважды будете думать лезть в словарь или не лезть в словарь. Самсары нет? Ещё нет. Ищет. А уже вернулась? Самсары, Самсары, Самсары... Вы кэ нашли? Сак! А Сак за какой страницей? А то, что мы ищем недалеко от Сака? Она, по-моему, опять вернулась там дальше. Да? А где логика-то? Я не понимаю логики, честно говоря. Сак, я уже Сак уехала от Сака. Далеко где-то остался у меня Сак. Назальные... Сейчас... Да? Смотри, Сергей, 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 с этими особо... Это же особое условие. Сказано же. Слова санусвара и предшествующие смычными носовым помещаются в словаре после носового соответствующего ряда. Слова санусвара и предшествующие фрикативным помещаются перед смычными. Это дополнительное условие. Это усложняется игра. Ну, М вообще в одном режиме. В основных М. Поэтому она ищется перед квадратом, перед смычными. Ну, Сак, нашли? Страница какая? 673. Поехали назад, то есть в начало. Перед. Страницу листаем предшествующую. Ну и да. 673. Ариадна, что мы видим на странице 671? Что, сан? А дальше что мы видим? Слово какое-нибудь зачитайте мне. Нашли? Ну, так мы ее искали. 671. А Нусвару можно записать двумя способами. Сансара. Сан? Это один и тот же значок. Ариадна. Сансара. Его можно записать двумя способами. Сансара. Сансара. А мы... Вы нашли Сансару? Так, все. Нашли Сергей? Я ЭМ искала. Да. А вот Сергей Сансар... Сергей свою Сансару еще не нашел. Сергей, вы на какой странице? Так, а там что написано на 71-ой? Я не нашел. Слово зачитайте мне любое. Нет. На 71-ой лице. Санскар. Санскар. А нам надо посмотреть перед К. Перед К. Ага. Так. К. Это же первая согласная квадрата. 71-ая. Санскар. 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 Первый. А вот чуть левее. Фрикативный находится перед смычными. То есть С находится перед К. Сансара на шутбер десятки. Ооо... Сырщик. Сырщик. О, да. Как нету? А санскар это что, не к? Так, ещё раз. Санск. К. Ну, а санскар чем-то похоже на сансар или вообще ничем не похоже? Ну, к, так мы ищем перед к. Где же у нас вообще к нету? Это к. Санскар, это же совсем другое слово. Сергей, посмотрите на 670 странице, пожалуйста. Ну, к отличает. Всё, вы нашли сансару, да? Это просто м может быть. Да, всё, вы нашли свою сансару. И эти все, м или н, пишут всем перед к, будут стоять слова. И на лице реально умиротворение. Я посмотрел уже. Хорошо. Вы поняли, как искать слова с анусаргой. Перерождающиеся, перерождение, причём с хиндией. Теперь переходим к словам с висаргой. Перселенная, течение дустроя. Хорошо. Так, Даша совсем не хочет с нами разговаривать, но её можно понять. Итак. Слова с висаргой. Слова с висаргой. Читает Сергей правила. Слова с висаргой. Пожалуйста, аудиозапись потом выкиньте, потому что я потом переслушивать буду и врубаюсь ещё раз. Слова с висаргой. Слова с висаргой. Угу. Слова с висаргой. А и х. Получается в слове после соответствующих фрикотин. как мы поймем что слова свисерка это что будет придыхать на это двоеточие будет ну и пример тут них чалия ничего не червас то есть по порядку должны искать так висерга перед первой группой смотрите будем искать духа что означает помните горе беда должны просмотреть и ша и так сначала и логика какая что ищем сначала да отлично ведь я вы уже сами уже ну дальше а ищем мы дуг то есть это же первый смычный к да и нам надо найти начало этих самых смычных а я записал духу соответственно итак находим тут подожди как только правильно пишет сразу а ну-ка ну-ка сейчас и так еще нет страницу хоть скажите какая вот самсара сегодня говорят ее еще называют катхина работа не себе работа скриба все что вам необходимо у вас есть сейчас она и работа наждачика по сознанию где я нашел уже дуку д нашел пока д нашли д нашли д нашли ну я нашла о так дух о я нашла а Так, Дуя нашёл. Итак, Сергей, давайте уже. Куда вы забурились, ну? Да-да-да, Сергей, давайте потороним. Ну вот сейчас где-то 280-е и дальше что-то. Раньше, да? Раньше, да. А, вот Ду опять идёт, ой-ёй-ёй. Я через 9 минут ухожу. Нашли? Дух... Первое значение какое? Дух. Неприятный, да. Всё, вы нашли. Вы нашли и своё горе, и свою самсару. С рано. С чем вас и поздравляю. Теперь вы понимаете, что здесь написано? Например, НИХШАЛЬЯ после НИШВАС. 277. Вторая внизу. Подумайте над прочитанным. Приятным. Ещё раз. Вот в Кочергине написано, посмотрите. Вот вы нашли НИШВАС. Так, например? Сергей? Нет. Какая разница? Что это такое? Слово такое? Ну? А если у вас есть ВИСАРГА в каком-то другом слове, есть ВИСАРГА перед этой буквой, то это слово будет расположено после этого слова. Слово с ВИСАРГА будет расположено после слова без ВИСАРГА. НИШВАС это что такое? Вот вам примеры. Три примера. Вам мало? Ну? Сначала нашли НИШВАС. В словаре. Хотите, ищите сейчас. Мы просто не успеем, если скоростью 10 минут одно слово. НИШВАС сначала находите. А потом после НИШВАСа будет идти НИХШАЛЬЯ. Пример можно? Да. Да, да, да. Потому что сказано, что слова с ВИСАРГА после соответствующих фрикативных. Поэтому сначала ищем фрикативную, а потом уже нашу ВИСАРГУ. Ну, я понял. Сначала ищем фрикативную, а потом уже фрикативную. Значит, дома, Сергей, найдете эти все три слова, которые здесь в примерах указаны. Рядом. Вам, наверное, тоже надо поискать еще. Не хватает скорости при поиске. Понятно. По Аннусфаре два правила. По ВИСАРГе одно правило. Всего три правила. Кошмар. А дома, значит, надо найти это. НИХШАЛЬЯ после НИШВАС. НИХШЕЧАНА после НИШШИТ. САНГА после НИШВАРА. Вот эти самые ВИСАРГИНСКИЕ примеры. Кроме горе, которое вы уже нашли, надо отыскать. Горе вы уже нашли. Оно нашло вас. А вот тогда вы бумажными научитесь, вот перейдем к электрону. То есть, получается, запишите алгоритм. Итак, вот с ДУКХАЙ. ДУКХАЙ вы записали, а теперь запишем еще одно слово. Как мы ищем? Какой последовательности? Итак, слово НИХШАСТРА. 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 Итак, последовательность действий какова? Что ищем? Н. Отлично. Вам кажется, что вы ничего не понимаете. А вот это ошибочно. Потому что вы уже знаете начало. Отлично. Отлично. После НИШ что ищем? НИШШ. НИШШ. Мы сразу смотрим, какой звук идет после этой висорки. Ищем НИШШ. А после НИШШ... Ну, потом, естественно, НИ. Да. НИШШ. Все. Ничего сложного. Ну, наверное, НИС сначала надо научить найти. Полчаса и вы найдете. НИШШ. 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 Время рядной подходит к танцу стекеек. Вы хотя бы что-то поняли? Санусфарой надо потренироваться. Согласен. Оно не очевидно и не просто. Оно просто в теории. А когда открываешь кочергину, глаза разбегаются. Большой кочергину я говорю. Маленькое, ладно. Можно все слова прочитать и найдешь нужное. Последнее я примерно понял. Санусуары надо еще... Нет, нельзя. Потому что мы уже не успеем. Уже все. Резюмировать будете, прослушивая первые три раза аудиозапись. Санусуары. Что покажу? Да. Ну можно еще раз санусуары резюмировать? Сергей, вы поднимаете такие... То, что вы говорите, это на три занятия. Вот так вот мимоходом. Да. Все, закругляемся. Спасибо. А именно вы еще говорили, что в политической форме что-то там нам покажете, как вы это делаете. Что мы умеем. Сергей, вы поднимаете очень большие темы. Мы их явно мимоходом. С политическим размером читали. Удаляюсь, к сожалению. Аудио чего? Всего доброго. Ну, в смысле аюрведических? Ну, наизусть не помню. Сразу не найду. Как найду, дам. Так, а есть ресурс какой-нибудь? Может быть, подскажете вы, где аудио есть? Вот вы, Макшику, мне повторите, когда полностью вообще вот похожее на индусское произношение? Да. Я обещаюсь вам найти хотя бы записи о штанге. Хорошо? Просто, ну, как бы я там уже вот здесь что-то читаю. Пока у вас идет со скрипом. Оно должно быть легко. Я знаю, что вы это можете. У вас уже достаточно знаний. Значит, санусварой что важно? Санусварой вам дано правило. Есть уточняющее правило. То есть, есть то, что касается всех смычных, всего квадрата. А есть то, что касается остатка квадрата. Понимаете? Квадрат ищется одним способом. А то, что в квадрат не попало, ищется другим способом. Вот, собственно, все. Ну, первый способ – это после носового соответствующего ряда. А второй способ – это вот те, которые за квадратом, они помещаются перед квадратом. То есть… Каким способом? Те, которые не попали в квадрат, не влезли в квадрат, помещаются перед квадратом. В словах санусвары. Которые за квадратом. Не, ну, в зависимости от того, какое слово. Если в том слове, которое вы ищете, нет фрикативной, то вам второе правило и не надо. А если там есть… В общем, если слово состоит из… Понятно. Значит, в начале мы ищем все буквы, которые перед квадратом санусом. В квадрате, то у вас первое правило, собственно, вы ищите носовой соответствующего ряда. В одном случае, получается, вы ищите носовой соответствующего ряда, а во втором случае ищите, где первое смычное, то есть где К. То есть ищите или нужную вам носовой, или К ищите. То есть где начинается К. Это будет, значит, Ша, Са, Ха. Фрикативные будут перед К. Ну, вот примеры, получается, вам даны. Примеры из… Примеры, данные учебника, ищите по большому словарю Кочергиной. И подпишите мне номера страниц, когда найдете, где находится то слово «после», где то, которое перед, то есть и то и другое. На какой странице. И можете даже столбик написать. Номер страницы и номер столбика. Хорошо, я сейчас выложу. Я хотел сегодня с вами поговорить об электронных словарях, но, значит, это будет в следующий раз. Если вы сейчас хорошо проделаете макшику, если вы найдете вот в бумажном словаре все, о чем мы сейчас говорили, то, что дано в учебнике, то, что мы даже еще не искали. Если это все найдете, распишите, я вам расскажу вообще о словарях в целом, в частности электронных. Нет, мы еще не сможем начинать переводить. Да, еще спряжение и склонение осталось пройти. Тема на год, Сергей. И мы сможем уже сами что-то переводить на чай? Потому что там же окончания всякие разные еще, вот. Ну вот. Все. У вас есть все, что необходимо. Придежные окончания всякие. Не хватает практики. Нет. Через год начнете мучиться. Понятно. Хорошо. Начнете мучиться. Переводить вы начнете через два. Ну, мучиться вы начнете раньше. Понятно. Так. Через год будем переводить, да? На каком уроке что? Спряжение у нас начинается, я сейчас скажу. Спряжение начинается на восьмом занятии. На восьмом занятии. А падежи начинаются на девятом. Хорошо. На каком уроке там? Спряжение. Поддержные окончания вот эти. Это не так далеко. Но длятся они, Сергей. Дело в том, что санхи, увы, здесь слишком быстро заканчивается, и вы их, конечно, еще не выучили. Поэтому мы их еще будем прогонять. Ну, это не так далеко. Ну, и сейчас будет... В следующем занятии мы только про словари будем говорить. Вряд ли мы успеем. Долго, да? Продолжаем. Это, значит, занятие шестое. Я обычно разбиваю на две части, но с вами похоже на три. Потому что словари – это большая тема. Ударение – тема небольшая, но сложная. Внешние санхи – тема важная, поэтому проскочить тоже не получится. Весь оставшийся учебник, Сергей, это, собственно, склонение и спряжение. Нет, вы не 30 видите, вы должны видеть 40, Сергей. Это первый год, да. Не исключено, но это вас не должно ни смущать, ни огорчать. Важно, чтобы вы то, что мы проходили, успели. Ну ладно. Вот что важно. Если мы будем гнаться за скоростью, ничего хорошего не получится. 40, да, 40. Тут уже начинается, и если вы не будете делать домашнее задание, то на этом веселуха и закончится. Но я чувствую нас дольше. Угу. Ну да. Нет, давайте так, вы мне сейчас, пожалуйста, тогда вышлите все одними. Тут уже начинается веселуха. Сегодня обещаюсь просмотреть. Стараемся проводить. А там, я вам нашел предыдущее домашнее задание. Да. Да, давайте. До свидания. momento. ligtaching ipnot. 앞л barrels ролики на лаз مثен есть 非常 трил Explain! Продолжение следует...